Здравствуйте, Валерий Анатольевич. Совершенно верно. Компания СМС Финансов, судебный отдел специалист Евгения Александровна. Посрочка у вас 3 месяца уже даже больше. Когда будете оплачивать? СМС Финансов, когда будете оплачивать платежи? Какие вам платежи должен носить? Один в миске и забыли? У меня есть хорошее правило, что записывать либо фиксировать в документах. Естественно, если я кому-то какие-то обязательства беру на себя, то это должно подтверждаться документами. Выражайтесь тогда яснее. Вы про ваш ПМС можете рассказывать кому-то другому, Валерий Анатольевич. Во-первых, есть статья 807 Гражданского кодекса Российской Федерации. Она единственная, да, по вашему мнению? Договор-развертый. Договор. Где он хотя бы? Он хотя бы ладно. Где он? С момента получения денег вами. Вы деньги получили, это равнозначно вашей подписи. Не нужен в бумажном виде договор. Да ладно! Откуда вы такое взяли вообще? Вы сами себя слышите, не нужно в бумажном виде договор. Это вот вообще как? Это вот, ну, вот изо рта вылетает вот этот бред. Договор-оферты? Да, договор-оферты никаким образом. Даже если бы он и был легитимен, то он должен быть на бумаге. Понимаете? Договор-оферты это правило, которое создает сам человек-заявитель. И потом акцепт происходит, подписание, акцептирование. Ну вот, Валерий Анатольевич... Вы так и будете, вы так и будете разговаривать? Конечно! А как с вами разговаривать, вымогатели? Навязывайте несуществующие долги какие-то. А? Возьмите, откройте словарь далее элементарно и посмотрите, что такое документ. Там несколько раз будет написано бумага. Чего на основании чего? Это не благотворительно. А я воспринимаю, это не то, что благотворительность или нет. Ну, давайте, давайте. Наговорите еще себе чего-нибудь. Что давайте? Ну, рассказывайте про благотворительность или что. Еще раз повторяю. Если я что-то и получил, и не увидел документов, я это воспринимаю как подарок судьбы. Вам это нравится? А если вам что-то не нравится, пожалуйста, прямым ходом на три буквы посередине У в суд. Что? Слабо, что ли? У вас же есть юристы. А вы где-то проконсультировались, вот такой грамотный? Да, 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 да. И вам очень рекомендую, очень вам рекомендую сделать то же самое. Проконсультироваться хотя бы, а не выхватывать заголовки. 800, какую ты там статью сказала? Посмотри их сколько, она даже по порядку 800. Во-первых. И перед ней как минимум еще 799. Это во-вторых, на ты мы... Да ладно ты? А как еще с вымогателями? Слушай. Ну как? Как с вымогателями, с попрошайками разговаривать? С людьми низшей касты. Как? Ну почему ты считаешь, что тебя нужно на вы называть? Ты что, многоголовый змей Горыны, что ли? Что? Ну, представляешь, даже в этом случае повыше, чем ты. Ну, хотя бы не попрошайка. Вот звонишь, не разобравшись ситуации, на своего хозяина гнешь свою спину. В какой ситуации? Да потому что ты вот пришла на работу, не разобравшись ситуации, куда ты пришла? В какой ситуации? Да вот именно в какой. Да ситуация есть всегда и везде. Ситуация есть всегда и везде. Понимаешь? Вот философия, простая философия, да? В любой ситуации может быть позитивный момент, точно так же, как и в негативном. Да, вкусный собеседник. Мне неинтересно слушать радио. Веселая какая. Давайте мы в судебном порядке с вами будем рассказывать. Давайте, давайте, давайте. Вызовет приказное производство. Наберите в интернет. Здравствуйте, друзья. Как-то один мой подписчик, автор наш, достаточно известный, спрашивал, вот, точнее выражал такое мнение. Хотелось бы хоть раз нарваться на крутого коллектора, чтобы, знаете, на равных поговорить. Я ему ответил, забудьте, нормальные вымогатели, вот, уверенные в себе и получающие результаты, действительно страшные, вымерли еще в 90-х. Сейчас набирают от них шавок, вот этих вот от заборных, которые кроме как тяпкать ничего не умеют. Сами руководители коллекторских служб, сами руководители микрофинансовых организаций сетуют на то, что самая основная проблема – это найти на прозвон, на телефон нормального, вменяемого, желающего хоть немножко поучиться взыскателя. Но невозможно это сделать, потому что нормальный, вменяемый, желающий поучиться человек быстро-быстро поймет, что это лажа, развод. И ничего интересного на этой работе быть не может, кроме как быть облитым помоями. Ну, в случае, конечно, если он попадет на компетентного собеседника. А если, конечно же, идти на работу с целью выискивать дебилов, ну, то это выбор, конечно, мне кажется, тех самых дебилов, ну, что поделаешь, судьба. Друзья, если понравился ролик, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш канал. В описании нашего ролика есть вся необходимая информация, не только этого, а всех, для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. А инструкции, как устроена наша работа. Для тех, кто хочет выбраться из долговой тюрьмы, из долговой ямы, которую вы, кстати говоря, сами себе создали и сами себя поместили в эту тюрьму. Любой другой тюрьмы у нас не существует. Ваша рукотворная тюрьма долговая. Вы туда сами себя загнали. Так вот, хотя бы будьте на нашем канале. Хотя бы просто смотрите, слушайте. Посмотрите обращения на нашем сайте. Есть видео, да, очень полезное. Ну, действительно важное. Для тех, кто хочет действительно чему-то научиться, просто слушайте. И уже будет достаточно. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там все ролики дублируются. Желаю вам счастья, здоровья, юридической грамотности, финансового благополучия. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Аля. Всего вам хорошего.